В эфир программа «Новина региона» у студии Кристина Каранкевич. Вітаю вас у гэтым выпуском. Меры профилактики рекомендувана у «Змацнить». Санитарные службы нагадывают про перестярогу от вирусов. Про историю, сучасность, архитектурных и природных помнеков, культуру и традиции краю. Туристичная карта Могилёвщины допоможет доведаться больше. И колбасная древа появилась в ботаничном саде Белорусской сельской господарской академии в Горках. Восень яркая и незвычайная. Новый резидент, зарегистрированный в свободной экономической зоне Могилёвьон, будет развивать энергетическую инфраструктуру. Специалисты подлумачили, будет побудована великая аккумуляторная станция. В ночный час она будет назапашивать электроэнергию, а днем я ей отдавать. Таким чином будут минимизованы пиковые нагрузки. Так само за розницы тарифу предприемства СЭС снизить плату за электричность, что может стануть отбиться на себе кошти продукции. Для Белоруссии это пилотный проект с ирландским капиталом. Порядка 40 миллионов евро планируется привлечь инвестиции в реализацию этого проекта. В условиях ввода Белорусской АЭС в строй, значит, мероприятия такого характера, то есть установки по сохранению накопления электрической энергии, помогают, скажем так, уплотнять, минимизировать этот график потребления. Меры профилактики рекомендована узмацнить. У связи с ростом сезонной захворюемости у тем лику и коронавируса, санитарные службы нагадывают про меры перестяроги. Основная увага подчас эпидемии – шмат людным местам, школам и садкам, больницам, объектам, гандлю и транспортом. Кожный день у Могилёвы на маршруты выезжают 180 и более автобусов. Угоденный пик перевозят несколько тысяч человек. Зрозумело, что дистанции притримливаться тяжко и у период уздыма захворюемости повышенные меры перестяроги. Обеспечен строгий контроль за выдачей водителям и кондукторам одноразовых и многоразовых масок и перчаток. При этом внимательно смотрим за тем, чтобы обеспечен был запас масок на смену с учетом их сменяемости каждые три часа. У автобусного парка Могилёва даже переписали график работы мыйки. Ранее она начинала працу только после обеда, теперь шируют сранецы. Перевозчики разумеют, что городский транспорт – это зона повышенной небезпеки по распаусюдживанию вирусов. Тому перопынки теперь не только делят по шинку. Олькость десопросовок повеличилась. Троллейбус обрабатывается полностью по окончании смены. Если один он выходит двухсменный троллейбус, то он обрабатывается вечером только полностью. А весь день обрабатывает кондуктор и водитель совместно на конечных солнечных пунктах каждом рейсе. Ну, как вы сами считаете, это нужно? Действенные меры? Ну, на сегодняшний день это действенные меры. Вирусы передаются не только с кашлем и чханем. У поветра, якое выдыхает инфицированный человек, так само есть небеспечные частинки. Вирус легко распаусюдживается на поверхнях, а тому так важно частей мыть ручки и руки. У жилых домах до профилактики ставится отказно. Обработка десредствами проводится два раза в день. Включает она в себя обработку дверных ручек, почтовых ящиков, домофонов, подокольников, поручни и перил. Мытье подъезда проводится по графику. Про властивости медмасок и десредствами урачи с брежек не ведут. Я не звыкла до такого режима. Иншим пришлось пристосовываться. Например, у магазинах на уходах поставили десредствами. Увели частую опрацовку кошек и прилавков. Выдали продавцам шипкие пальчатки. Все это началось в феврале месяце и продолжается до сих пор. В своей работе мы абсолютно ничего не изменили. Ношение масок соблюдается очень строго и носим мы их на ежедневной основе. Люди, конечно, чувствуются, что подрасслабились. Когда это была вспышка начала сезона, было более осторожные люди, было больше людей в масках. Меньше людей ходило по торговому залу. Как показывает практика, на жаль, не все выполняют головные гигиеничные правила. И после лета, когда инфекция стишилась, ноги просто супакуились. Подчас наглядных мероприемств, эпидемиологи проверили в регионе больше за полторы тысячи объектов и знайшли шмат порушений у профилактики ковида. Нарушения требований установлены в 26% случаях. По фактам выявленных нарушений, с учетом повторности, приостанавливалась деятельность 90 объектов. 70 лиц привлечено к административной ответственности. Хотелось бы еще раз обратиться к населению и напомнить о том, что каждый гражданин несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих его людей. Катярина Градницкая, Юра Уластол, Новины региона. Заказ на 2000 медицинских масок для могилевского предприемства вырабляют у отделения джонного знаходжения инвалидов у Кастрычническом районе Могилева. У швейной майстерни займаются 12 наведывальников центра. И они с интересом включились в громадское житие и делают посильную справу. Я помогаю Тамаре Сергеевне складывать марлю. Вика не первый год наведывая отделение джонного знаходжения для инвалидов у Кастрычническом районе. Тут, кажешь, мать сябров и занятки на любые интересы. Зараз шьют медицинские маски. Спробовать шить медицинские маски для своих потреб тут почали у красавяку в связи с коронавирусом. Зусим худко отримали и первый заказ от одного сбойных предприемств у города на тысячу штук. А потом еще на две. Суперационнство оказалось взаимовыгодным и подчас новой хвали коронавируса центру зарабили еще один заказ на две тысячи масок. Усе материалы центр закупает самостоянно, але гэты и выдатки удается полностью покрыть. Мы стараемся немножко обустроить наше отделение. На сегодняшний день мы хотим вот эту вот мастерскую, которая здесь сейчас, поскольку у нас есть новое помещение для отделения, перенести туда. И нам нужно сделать там ремонт, нужно сделать окно. И вот эти деньги, которые мы зарабатываем, мы используем именно туда, для этих целей. Керауниство центра дадаем и завсюду открыты до диалогу и цикавых асупрационниства. Для наведывальников центра эта махчимость уключиться у агульную справу. Худка готова партой масок отправиться заказчику, але наведывальники центра не застанутся без справы. Напереде новогодние святы, а значит, самый час рыхтовать сувениры, подарунки и тут ведают, чым сделают. Андрей Шуляк, Алена Мельшенкова, Александр Тарасов, Новинрегиона. У гэтая дни у Могилёве проходить один из самых малявничих международных фестивалей у Анимаюка. А кроме прогляду мультфильмов для маленьких могилючан организовали широких творчих сустрэч. С тыми, хто робить дитящее кино и запрашаю гостя до Казки. Вядомая белорусская телепрограмма «Калыханка» сёдет и святкуе юбилей. Сорок год и она выходит на экраны и даёт маленьким глядачам махчимость вандровать по окраине казок. Творчая сустрэча с ведучей и актёрами программы отбылась у кинотеатра «Космос». Для меня всегда немаёвка – это праздник, это возвращение в детство, это встреча с моими маленькими друзьями. Знаете, сколько писем они присылают в «Калыханку» – это невероятно. Я была удивлена, потому что сейчас есть новые технологии, и обычные письма, написанные от руки, это уже прошлый век. Но у нас в «Калыханке» столько писем, что я каждый раз открываю их, читаю, получаю огромное удовольствие. А у кинотеатра «Ветрысь» могилючане сустрэлися с заправдной легенды белорусского и российского кинематографа Ихаром Болчаком. Як аутар музыки да фильмов, ён был вядомы далёка за межами Беларуси, калью вырышу вывучиться ясшэ на мостака мультипликатора. Боличыць гэты жанр вельмя сруёзны. Вот здесь вот зеркальце, если вращать вот эту вот карусельку, то здесь вот в этом зеркальце моделируется движение. А движение всё нарисовано вот на этих вот картинках. То есть вот эти все фазы движения, всё, что происходит сейчас в анимации, уже было сделано в 1832 году. Игрушка называется «Зоотроп». Она потом совершенствовалась, совершенствовалась, в итоге появилось такое великое искусство, как кино. Мы всегда интересуемся, да, может быть, можно узнать о какой-то новой технике анимации, либо каким образом можно изобразить героя, персонажа. Всегда что-то новое есть. Может быть, нам открывается какая-то новая тема мультфильма. В этом году у нас пять мультфильмов были отобраны для участия в фестивале. Находаем на сёлетнюю анимаёвку заявлено 283 мультфильма с 45 краин. У конкурсе «Дитячий вояуленьший и декоративно-прикладной творжести» удельничают больше за 300 работ с Беларуси, России, Казахстана. Выники конкурсу анимацийных фильмов 2020 подвели подчас закрытя фестивалю. Журы вызначало лепших у 18 номинациев – 10 сарод дорослых и 8 сарод детей. Гран-при конкурсу отрымал китайский режиссёр Фэн Сюэ за анимацийный фильм «Васаноке Буда». Играя доказывает, что фестиваль ведают во всем свете. Несомненно, 23 года тому назад фестиваль начинался больше как, скорее, даже городской, не то что областной. И рост по мере расширения участников, он совершенно очевиден. Привлекались более, скажем, авторитетные члены жюри из различных стран. Количество участников, ну, видите, 45 стран, это не шутка. Далеко за 300, уже почти по 400 заявок. Сергей Пеклин, Татьяна Сергеичек, Денис Жавина, Александр Артемьев. Новины региона. У Могилёві з'явился новый информационный ресурс – туристичная карта Могилёвщины. Это база, створенная областной библиотекой имя Ленина. И промерковали ее году малой Радимы. Могилёвская ратуша, Славградская, Блакитная крыница, Лучицкая, Вишиня, Мстиславские пустынки, Бабруйский замок. Новый ресурс нагадает про историю и сучасность архитектурных и природных помнеков, культуру и традиции краю. Колбасная древа Альбокки Ели Африканская з'явилась у оранжерей ботаничного сада Белорусской державной сельской господаршей академии в Горках. Побач саспевает першую в истории сада банан, а на улице робят уражене незвычайные кустарники – розноколяровые вирасы и декоративная капуста. В осенью в городском ботаничном саде яркая и надзвычай цикавая. Колбасная древа называется так тому, что мае подобные на колбасу плоды, однак поколь до цветения и темболе до плода удалека. Горки отрымали их эту экзотичную рослину от центральных ботаничных садов в межах партнерства. Интересное название, такое вкусное название. Будем испытывать в наших условиях это растение, наблюдать тоже за ним. Ну и, конечно же, наша оранжерея пополнится новым интересным видом. Плоды колбасных древа не я думаю, а вот банан, який саспевает у оранжереи от весны, вероятно, можно будет почастовать. Але это потребует часу, до 10 месяцев в нетиповых умовах. У нас есть время еще, я надеюсь, что вызреет эта прекрасная ветка. У нас только посетители, все ходят, смотрят и все желают увидеть наконец-то, конечно, этот результат. И, естественно, попробовать на вкус, какие же бананы в наших условиях, условиях нашей Беларуси, в условиях тепличных. Вот, надеюсь, все будет прекрасно. Все-таки мы этот результат дождемся. Коли саспевают лимоны с ананасами, значит, и бананы повинны. Меж тем, у оранжереи шмак цикавых рослинов, окроме тропичных экзотов. Например, мимоза сарамливая, якая складывая листья прикрананней. У додаток до рослин живелы и попугай, и рыбки, и черапашки в бассейне. Ботаничный сад у горках за год мая полторы-две тысячи наведовольников. Большая часка с их дети и молодь. Фондовая оранжерея становится наиболее популярной за холодным часом, калі не хапає цеплені и соковіты зеленіны. Але на открытым простору в осінь гэта нешта неверагодная. Часка лі природа небыта выбуховая, прыхажостю як быцам увесь годна запашвала силы для грандиозных афіналу. І гэта не просто жоутая лістья и вечно зеленые рослины. Гэта і яркі фарбы, наприклад, кустарник з незвычайными пладами. І вот один із таких екземпляров – це красивоплодник. Он так і называется. Не зря такое названня у нього красивое. Красивоплодник – вот такі небольші круглі шарики фіолетового цвета. Они замечательно украсят, разнообразят любой сад. Не тільки наш ботанический, но і приусадебний. Все літо тут заклали новий сад. Вирасову і мбож за два десятки гатунков. Вирасов – самых розних кольорів. Тепер і на цвітуць видовочнах этим рослинам у горках сподобалася. Будем дальше создавать этот сад, його колекцію умножать с каждым годом. І создадім прекрасні такі полянки, разноцветні, вот этого прекрасного растення, которое очень неприхотливо. Ботаничному саду у горках все літо спаўняюцца 180 годів. З лабораторій для практичных занятків студентів отрималася великая славутость. Дзе все ж такі гэты в осінню – самые яркіе кветки. Гэта декоративная капуста. Ілона Іванова, Юра Уласців, Новини регіона. І про надворі. Па народным календарі 28-го кастрышніка день Яфима осінняга. Лічилася, што калі ў гэты дзень пайшоў снег, зіма буде ранній. Починали доставати і зімовая дзення. Між тым синоптики не меркуєць, адакладна прогнозуєць і до тёплых футроў нам яшчэм далёка. 29-го кастрышніка па в області у дзень буде ад 10 до плюс 15 градусів і без апатків. У Магилёві таксама будзі комфортна плюс 10-12 градусів. У п'ятніцу до таких же температур добавіцца короткачасовы апаткі, месцамі туман. На выходных дажджі таксама махчымы, зато і слупок термометра пакуля пускацца не будзі. Дякую за перегляд!